11 июля перед следственным изолятором в Октюбе собрались несколько десятков родственников заключенных. Они рассказали журналистам, что арестантов бьют. 13 человек вскрыли себе животы в знак протеста против режима содержания. В течение нескольких часов никто из сотрудников изолятора не потрудился объяснить родным, что происходит. За забором слышались крики о помощи. Арестанты стучали по стенкам металлическими кружками. Некоторым родственникам и журналистам удалось подняться на крышу соседней пятиэтажки. Отсюда из окон напротив были видны окровавленные простыни с надписями «Помогите! Нас убивают!». Среди людей, собравшихся возле СИЗО, встречались и женщины в хиджабах. У кого-то здесь сидит муж, у кого-то брат. Впрочем, они называли всех заключенных братьями и призывали обрести истинную веру. Принимайте ислам! Вам Аллах поможет! Принимайте ислам! Вместе будем бороться с этими шнерскими тварами! Представители СИЗО все-таки вышли на переговоры с родственниками. Им сообщили, арестованные требуют ослабить режим содержания, разрешить пользоваться мобильными телефонами, отключить блокираторы, свободно передвигаться по зоне. Когда администрация отказалась выполнять эти требования, заключенные объявили голодовку и вспороли себе животы. Родственники утверждают обратное. Галине Петуховой из следственного изолятора позвонил сын Александр. Он рассказал, что заключенных избивают, у них нет воды. Забилась канализация, в камере по 11 человек и нет даже матрасов. В изолятор Галину запустили, но увидеть сына ей так и не удалось. Чтобы вызвали с медпункта старшего, он сказал, что только поверхностное скрытие и все. И толком они не объяснили, сказали, что разберутся и все. Живые все? Да. А вы свои сына видели? Нет, не видела. А почему не показали? Сказали, забаррикардировали с камеры. Так я и не видела. И беспредел уже 10 лет творится. Пока октябинские силовики спешно собирали спецбрифинг и подтверждали, что условия содержания в изоляторе номер 5 соответствуют нормам, правительственные чиновники принимали высокого гостя. Нави Пилэй, верховный комиссар ООН по правам человека, начала свой двухдневный визит со встречи с министром иностранных дел Казыхановым в Алматы. Прессу ограничили протокольными съемками. Нави Пилэй разговаривала с чиновниками неожиданно строго. Уполномоченному по правам человека она попеняла на то, что омбудсмен не рассматривает жалобы на президента страны, а главе Конституционного совета Рогову указала, что его ведомство не может пересматривать указы главы государства. На итоговой пресс-конференции главный правозащитник ООН остановилась более детально на событиях в Женаузине. В своем отчете она прямо и достаточно твердо указала на все дружеские действия. Это было не только нарушение власти, которые привели к беспорядкам, а после к расстрелу людей. До сих пор непонятно, кто отдал приказ стрелять в толпу и для чего это было сделано. Фундаментальный вопрос. К стрельбе привели именно действия забастовщиков? Было ли это необходимо и адекватно со стороны правоохранительных органов? Сколько из тех проблем, признанных правительством, являются системными? И существует ли подобная ситуация в других отраслях? Я думаю, что репутация Казахстана очень вредит столько неопределенностей по такому серьезному поводу, который привел к стольким жертвам. 30 из 37 обвиняемых в женаузенском процессе заявили на суде о том, что показания из них выбивались под пытками. Записывать это на видео журналистам и правозащитникам запрещали. Однако страшные рассказы нефтяников об издевательствах силовиков, о том, как их избивали, заставляли раздеться до гола и лично метонный полк, угрожали насилием и физической расправой над их семьями и близкими, разлетелись по всей стране. Рассказ Александра Баженко, переведенного из обвиняемого в свидетели, одно из немногих видеосвидетельств пыток. 18 числа поймали меня возле почетдома, аммоновцы, там солдаты, завели балан, потом газель, избивали, били. Потом в гараж завели, я почти с 11 до 8, до 9 вечера ночи я сидел без обуви, в носках, в воде. Били меня, мне кисть сломали, сидели там и ждали. В этот момент нас годы заводили, по почкам били. И что я еще могу добавить? И всех других тоже били? Конечно, всех били. Мы бандиты, мы свой борд убили. Верховный комиссар порекомендовала правительству Казахстана сформировать Международную комиссию по расследованию жан-аузенских событий. По ее мнению, случившаяся трагедия – результат коррупции на местах, а такие методы следствия недопустимы в демократическом обществе. Я обеспокоена тем, что не было расследования многочисленных заявлений граждан о плохом обращении с ними. Это является обязательством страны в рамках Конвенции ООН против пыток, к которой Казахстан присоединился. Казахстан присоединился к Конвенции против пыток в 1998 году, а в 2002-м пытки стали уголовно наказуемы. Тем не менее, по данным Коалиции неправительственных организаций Казахстана, количество обращений от граждан за последние пять лет выросло три раза. В 2011-м году их было уже 411. Большая часть – это жалобы на сотрудников полиции. Тем не менее, в прошлом году по статье «Пытки» было возбуждено всего 13 уголовных дел. По данным правозащитников, как правило, обвиняемые в пытках проходят по более мягкой статье – злоупотребление служебным положением. Мне сразу через день угрожали мне, что загонят, говорим, добавят срок. У меня начали бить Ахмед, Уркинбаев был там, которые били меня. И Курманов били меня. Мы постоянно били, бьют и будут бить, как я понял. Особенно после этой видеозаписи. Возможно, после данной видеозаписи, на минуту повешено, мне кажется, что мы сами себя повесили. Ну, я думаю, этого не стоит верить, потому что нам охота жить. Как бы мы это не били, нам же все равно охота. Приезд Верховного комиссара по правам человека в Казахстан – инициатива местных властей. Казахстан подал заявку на 2013 год на вступление в Совет по правам человека. И ему необходимо укреплять пошатнувшийся международный имидж, говорит правозащитник Евгений Жовтис. Несмотря на очень высокий ранг гостей, Верховный комиссар по статусу – заместитель генерального секретаря ООН. К ее жестким выступлениям правозащитник относится скептически. Само по себе Верховный комиссар ООН – это фигура, которая может давать только рекомендации, может что-то предлагать и дать. Его не называют решения, а его документы, они носят такую рекомендательную силу, и поэтому страна не обязательно должна им следовать. Другой вопрос, что когда страна является членом ООН, когда страна артифицировала вот эти пакты, когда страна принимает Верховного комиссара, то это накладывает определенные морально-политические обязательства. Важная часть выступлений комиссара ООН – создание Международной комиссии по расследованию жанаузенских событий. Однако председатель Совета Казахстанского бюро по правам человека в это верит слабо. Подобные инициативы ООН в странах Центральной Азии уже были после андежанских и ожских событий, но успехом не увенчались. Нет надежды на то, что Казахстан станет позитивным примером и пойдет навстречу международным организациям. Тем более, что с момента событий прошло полгода и уже вступили в силу решения судов. Все реверансы первых лиц государства перед Верховным комиссаром ООН завершились жесткой отповедью. В пятницу МИД распространил официальное заявление, в котором не согласился с оценкой событий в жанаузене, сделанный Пилей. Упирая на то, что право на жизнь и обеспечение безопасности общества остаются фундаментальными ценностями, объективную оценку событиям уже дали международные эксперты и правозащитники, присутствовавшие на открытых судебных процессах. На наш взгляд, Верховным комиссаром ООН по правам человека госпожой Пилей была дана однобокая оценка в жанаузене, несмотря на исчерпывающую информацию, представленную в ходе встреч с официальными лицами Казахстана. Новый советник президента – это, видимо, еще один казахстанский привет госпоже Пилей. Бывший аким Мангостаусской области Крымбек Кушербаев, снятый со своего поста после жанаузенских событий и удачно избежавший уголовного преследования, в отличие от своих подчиненных экс-акимов жанаузеня Сарбапеева и Бабаханова, теперь распоряжением главы государства назначен советником президента. Видимо, назначен как раз за приверженность фундаментальным ценностям. Я Сагбаев, Павел Ингельгард, Алматы, Казахстан.